Всем, уважаемые коллеги, давайте проверим связь. Слышно, видно звук? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, чтобы я поняла. Видно, слышно? Спасибо. И давайте договоримся, если вдруг не видно, сразу в чате сигнальте, я буду обновлять тогда вход. Потому что, да, технически чуть-чуть сегодня была проблемка. Итак, я хотела бы с вами сегодня немножко познакомиться интерактивно. Давайте параллельно будем изучать и онлайн-ресурсы, при помощи которых мы можем с вами немножко оживить наш разговор. То есть в течение вебинара, вы сейчас видите на вкладке сайта, и те, кто уже загрузил презентацию, вы можете навести на экран вашу камеру смартфона на QR-код, и вы попадете на страничку знакомства. Единственное, не смогла я загрузить видео, поэтому могу попытаться показать так, как выглядит наша страничка знакомства. Сейчас я попробую вам экран запустить. Поставьте, пожалуйста, в чатик, видно или нет вам нашу страничку. Видно или нет мой экран. Плюсики, если видно экран. Смотрите, очень быстро объясняю. Здесь, в принципе, все написано. Вы можете это делать в течение вебинара, можете после потренироваться. То есть вы заходите, это онлайн-доска под лет, сервис под летком. Вы заходите в доску, здесь есть внизу плюсик. Вот у меня сейчас этот плюсик, скрыт трансляции. Нажимаете на плюсик, у вас появляется вот такой экран. Вы в этом экране, вы можете его редактировать, можете писать данные. То есть в экране, допустим... Юлия Николаевна, проверьте, пожалуйста, трансляция запущена или нет. Трансляцию мы видим, а экран на доске... Ну, значит, зависает. Трансляция была запущена, да, все, значит, зависает у нас. Сейчас я сниму тогда... Тогда просто расскажите, как это сделать. Я думаю, и ссылочку в чат, я думаю, наши коллеги... Хорошо. Тогда у нас с вами останавливаю, потому что технически все-таки, видимо, провисает платформа. Сейчас я вам тогда в чат сброшу ссылочку, чтобы у вас было знакомство. И вы можете в течение вебинара, после, можете присоединяться, оставлять ваши комментарии, ваши действия. Вот, то есть мы будем сегодня чуть-чуть интерактивить на этой доске. Я вам покажу немножко позже, что у меня еще для вас есть именно при помощи этой доски. Так, если перезаходить, ну, я думаю, что впустят, потому что комната, в принципе, у нас большая. Поэтому просто обновляйте страничку. Итак, если кратко о себе, те, кто уже слушал мои вебинары, он знает, что у нас есть группа ВКонтакте и группа в Фейсбуке, финансово-грамотный педагог. Добавляйтесь, пожалуйста, ссылочки в презентации. Я в конце вебинара сброшу активные ссылки в почту. Я кандидат экономических наук, доцент, консультант методисцентра финансовой грамотности взрослого населения. И у меня дочка, мы пошли первый класс в этом году, поэтому финансовую грамотность изучаем с нуля. То есть мы в саду, теперь в школе. И большой плюс уже нашему учителю, с которым мы познакомились, у детей уже был первый урок, они уже именно финансовой грамотности. То есть вот с первого класса учительница как бы начинает вовлекать детей в эту область, чтобы дети могли ориентироваться. Ну, немножко интерактива, да, то есть если вам понравится, оставляйте ваши комментарии, а мы начинаем наш вебинар. То есть в анонсе я заявила вот такой перечень вопросов. Эти вопросы возникли из обсуждений в группе, из разговоров с родителями детей, школьников, то есть с коллегами-экономистами, педагогами. И мы с вами знаем, да, то есть основной вопрос, с какого возраста начинать знакомить детей. Вот сейчас в этом вопросе, в принципе, уже и педагоги, и психологи, да, и экономисты мы сейчас об этом поговорим, они, в принципе, с возрастом уже определились. И уже созданы программы обучения финансовой грамотности. И если говорить о финансовой грамотности, посмотрите, да, то есть у нас один из известнейших педагогов, ученых, писателей, Антон Семенович Макаренко, еще в прошлом веке, в начале, да, в первой, третье прошлого века, говорил о том, что деньги – это все-таки средства воспитания. И знакомиться нужно с ними уже в дошкольном возрасте. И с ним соглашаются и зарубежные, и российские педагоги, психологи. То есть знакомство происходит в дошкольном возрасте. Ну, скажу больше, да, то есть знакомство происходит в семье. То есть впервые ребенок с понятием денег, с понятием финансов, как с ними обращаться, что это такое, он знакомится, естественно, в семье. Потому что мы, как преподаватели, мы можем просто обзорно что-то делать, но ребенок получает опыт, учится именно на примере своих родителей. И вот самый известный, да, из инвесторов, предпринимателей, миллиардер Уоррен Баффет, он тоже подчеркивает, что задача родителей – научить ребенка грамотно относиться к деньгам, к финансам вообще в целом. И самое главное, то есть вот здесь, это баланс, да, баланс ценностей. То есть у ребенка должно складываться мнение, что деньги важны, но деньги – это не полная, не истинная ценность, да, то есть ребенок должен знакомиться и с другими ценностями. То есть если в семье очень много уделяется внимания именно проблемам денег, то здесь это тоже не положительный фактор. Мы об этом поговорим чуть позже и посмотрим, какие вообще варианты могут быть. Но самое главное, к чему приходят, вот если делать обзор всей практики, самое главное, к чему приходят все и экономисты, и педагоги, и психологи, это к тому, что для ребенка вот именно в дошкольном возрасте закладывается мышление, да, то есть формируется личность, вы как педагоги это знаете, и, соответственно, закладывается мышление. И неважно, есть у человека деньги или нет, если у него сформировано финансовое мышление, грамотное финансовое мышление, то есть он знает, что такое деньги, знает их ценность, знает, как они зарабатываются, то со временем ребенок сможет быть успешным. Если родители на своем примере показывают, что им все время не хватает денег, они перебиваются от кредита до кредита, постоянные долги и неумение планировать деньги, у ребенка, к сожалению, такая практика сложится, сколько бы вы его не обучали именно в школе, да, то есть, потому что опыт больше всего дается в семье. Поэтому мы как педагоги должны работать и с родителями тоже, да, то есть для родителей проводить какие-то познавательные мероприятия, может быть, совместные игры, семейные мероприятия. Поэтому в данном случае роль педагога и дошкольного образования, и школьного образования, особенно вот в младшем возрасте, младшая школа, пытаться общаться и с родителями тоже. И для этого есть самые различные мероприятия, мы о них тоже поговорим. Ну и для примера, вот я вам здесь взяла на портале ведомости, вот можете зайти по ссылке, да, там есть полный обзор, как бы кейсов, разговоров с известными экономистами. И вот на примере этих кейсов хотела бы показать, как дети воспринимают деньги в разном возрасте, да и как родители преподносят эти деньги, какие ошибки они могут допускать с точки зрения именно управления деньгами. Но более подробно вот именно о теме планирования управления мы, конечно, с вами поговорим в следующем вебинаре, это бюджет, да, то есть финансовое планирование, бюджет. Сегодня просто так вот обзорно хотела бы затронуть эту проблему именно карманных денег, да, то есть у ребенка до совершеннолетия, в принципе, или до того момента, пока он не начинает зарабатывать деньги, он может и не обязательно быть совершеннолетним, но начать уже зарабатывать деньги. И такие примеры есть, когда ребенок блогерством там, либо разработкой программных продуктов и так далее может зарабатывать гораздо больше, чем родители. Но это единичные случаи. В большинстве случаев основные деньги у детей – это карманные деньги. И вот здесь самое главное – выдержать вот этот баланс родителей, как давать эти карманные деньги. Вот обратите внимание, да, то есть здесь один из топ-менеджеров крупного банка говорит о том, что он карманные деньги выделял именно как поощрение за пятерки. То есть тем самым он пытался мотивировать своего ребенка, дочь, чтобы она училась на пятерке. Но обратная сторона медали, что дочь, если ей не платили деньги, отказывалась получать хорошие оценки. Ну вот здесь есть, да, вот такой вот минус в этой стратегии, когда деньги выделяются только как поощрение. То есть ребенок не самостоятельно, он не учится управлять деньгами, он только пытается понять, что, да, вот если я буду что-то делать хорошо, мне заплатят деньги. То же самое, та же самая ошибка, если родители начинают платить деньги за выполнение какой-то домашней работы. Да, ребенка нужно поощрять. Но у ребенка в первую очередь вот в этой теме, и мы потом посмотрим с вами программы обучения финансовой грамотности, для дошкольников. Самая первая стоит тема труд. Понятие, что такое труд, как создается продукт, и уже потом, как получают за него деньги. То есть как он обменивается на деньги в виде заработной платы, либо как можно создать какой-то пассивный доход, получать деньги тоже в более старших классах. А в самый ранний возраст у ребенка должно сформироваться, что есть какие-то определенные обязанности. Если ребенок живет в семье, а семья, в принципе, называется первичной, такой, да, у нас ячейка общества, как раньше любили называть, сейчас говорят о домохозяйстве. То есть семья – это маленькое домохозяйство. И в этом домохозяйстве есть определенные обязанности у каждого члена семьи, и, соответственно, есть доходы, расходы. Мы об этом поговорим в теме финансового планирования. Так вот, платить за вот эти обычные домашние работы, ну, я и многие психологи считаю, вот я придерживаюсь с точки зрения, что это ошибка. То есть ребенка это разбалует, он не сможет понимать, где границы, да, то есть почему я должен что-то делать дома, если мне за это не платят. Но ведь все члены семьи что-то делают, и никто им за это не платит. Поэтому в данном случае карманные деньги, вот я придерживаюсь второго кейса, да, то есть когда ребенок, ну, раз в неделю, раз в месяц, там, или раз в несколько дней, это уже будет зависеть от личных отношений любой семьи, он получает просто безусловную сумму денег. То есть он должен знать, это научит его планированию. То есть вот в этом подходе, вы можете почитать в кейсе на сайте, зайдете по ссылке, что ребенок учится планировать. А вот еще парочка случаев я взяла из этого же кейса, что вот один из случаев, когда сыну дошкольнику, да, тоже за какие-то успехи и достижения выделялись премии. Ребенка это учит считать. Говорю на примере своей дочки, да, то есть она начинает соотносить размер денег, ну, пусть маленькие, да, эти карманные деньги, там, сейчас небольшие, когда ребенку 7 лет, а дальше, вот, по мере потребности уже, конечно, ребенку выделять необходимо больше денег, он должен четко представлять. И это учит его планировать и соотносить ценность денег. То есть он уже пытается, когда у него есть собственные деньги, он видит, он начинает интересоваться, сколько стоит тот или иной товар, что он может приобрести на эти свои деньги, да. И самая правильная стратегия родителей, если у ребенка, видите, я подчеркнула здесь на сайте, появляется интерес именно в сторону накопления. То есть не в сторону сразу же побежать и купить себе какую-то игрушку, а скопить денег на какую-то цель, да, которую ребенок там ставит. Эта цель может меняться. Здесь можно практики, вот, ну, с точки зрения, как бы, родителей, можно там в листы желания, но это же то же самое можно делать и в садике, да. То есть когда дети могут пытаться свои цели какие-то вот долгосрочные, краткосрочные формировать. То есть на эту тему можно беседы, игры и так далее. И вот уже больше к старшеклассникам, да, средняя и старшая школа, правильной стратегии родителей, это показывать, как зарабатываются деньги. Ну и, соответственно, правильной стратегии школы, потому что во многих школах, особенно в экономических школах, есть уже даже, начиная со средней школы, курсы предпринимательства. И это, в принципе, было всегда, да, в советское время, может быть, об этом не говорили, но, в принципе, это было. Могу сказать на своем примере, да, у нас не было фондовой биржи, не было счетов и так далее. Ну, допустим, когда я училась в школе, мы, не помню, класс шестой или седьмой, мы организовали школьное ателье и в нем шили повязки, не знаю, как сейчас, да, вот маски, ватномарливые такие вот огромные повязки на рукавнике и так далее. То есть, и мы пытались зарабатывать какие-то деньги, да, для нужд, там, класса или этого ателье. Пусть это было маленькие деньги, но это было понятно, что как зарабатываются эти деньги. И ребенок уже относится более серьезно к деньгам, когда он начинает зарабатывать их сам. В семье, да, тоже можно, конечно, поощрять какие-то сверх домашние обязанности, ну, что-то ребенок делает сверх того, что он обычно делает, может быть, какие-то там финансовые поощрения. Это уже вырабатывается стратегия в каждой семье. Ну, вот, допустим, здесь отец, да, который сам занимался на фондовой бирже, он открыл счет, и ребенок с удовольствием стал следить за бизнес-новостями и котировками. Но это все зависит от детей. Значит, этому ребенку это нравилось. Нельзя детей насильно заставить зарабатывать деньги, просто нужно показывать способы. Одним из таких интересных подходов, вот, психологи рекомендуют рассказывать детям, чтобы, как бы, у ребенка заложить положительное отношение вообще к жизни и к своим там достижениям, это рассказывать различные истории о жизни разных людей, как они достигали своего успеха. Ну, допустим, о жизни разных известных детей. Ну, недавно в группе я выкладывала и ВКонтакте, и в Фейсбуке, вот, в группе финансово-грамотный педагог, ссылку на фильм «Погоня за счастье». И фильм достаточно, как бы, ну, может быть, покажется грустным, но это, в принципе, правда жизни про американского брокера, который с нуля практически бездомный, да, он остался с сыном один практически бездомным, то есть у него не было денег даже на оплату жилья, он все-таки стремился к знаниям, стремился к тому, что он получил работу ту, которую хотел, и в итоге он потом открыл свой фонд и стал миллионером. Вот такие истории учат ребенка, пусть они просто рассказаны, не обязательно заставлять там обучаться ребенку, просто там раз в неделю рассказывать какую-то историю о какой-то известной личности, как он достиг своего успеха. И это тоже положительный опыт для детей, и в том числе можно рассказывать про экономические какие-то, про предпринимательство в средних классах, детям уже будет интересна различная история предпринимательства, я думаю. А в младшие классы, конечно, можно что-то более игровое, ну и тем более садик. Ну, вот пример, да, по поводу денег. То есть я в вебинаре заявляла вопрос, деньги, их виды, зачем они нужны, и вообще как обучать вот именно этой теме детей разных возрастов. Ну, посмотрите на определение денег, как вам? Я думаю, что не очень, да? То есть я взяла это определение из словаря, экономического словаря, современный экономический словарь, и здесь достаточно как бы сложно написано, что такое деньги. Детям, я думаю, будет вообще сложно. Обычно это определение дается студентам вуза, да, то есть можно отсылать. Если разговаривать с детьми, то, конечно, нужно что-то попроще. Ну, вот более просто попыталась я сформулировать, что такое деньги. То есть это то, что используют люди для чего? Для покупки всех необходимых вещей. И это то, что они получают за свой труд, то есть в виде заработной платы. Но у денег есть множество разных функций. Да, вот если их рассматривать с разной точки зрения, то мы знаем, что это функция, когда мы говорим о том, что деньги выполняют разные функции, это функция стоимости, то есть мы измеряем при помощи денег цену различных товаров. И это позволяет что нам сделать? Сравнить, да, насколько одни товары дороже других, сколько мы поможем или какие товары мы можем позволить себе на те деньги, которые у нас есть. Допустим, если мы возьмем и вернемся к истории денег, то есть с чего все начиналось, то начиналось все с чего? Ну, если взять ту теорию, которая у нас есть, что мы произошли там по Дарвину, да, от обезьяны жили в пещерах, потом вышли из пещер, разделение труда, ну и так далее, развитие получилось, то до изобретения денег у нас было что? У нас был натуральный обмен. То есть, ну, я там, допустим, добыл мамонта, а мне захотелось рыбы. Я начал меняться. Да, то есть мясо мамонта я начал менять с человеком, который успешно ловит рыбу. Ну и так далее. Кто-то печет хлеб, кто-то бусы делает, кто-то лук делает. Ну вот, очень просто, мне очень понравилось это пособие, и оно рекомендовано Высшей школой экономики, методическим центром по финансовой грамотности. Это пособие Сергея Федина. По обучению детей финансовой грамотности, это материалы для учащихся вторых, там, третьих классов. Вот картинки оттуда взяла, ссылочка тоже отсюда. Но это хорошо меняться, когда у вас два товара, да, то есть я сделал там лук и обменял его на рыбу. А если я хочу, допустим, не рыбу, а хочу получить бусы. То есть вот первые в мире деньги, немножко такой исторический экскурс, вы можете получить, то есть сведения я вам в ссылке потом дам. То есть в первые в мире деньги, это было то, что выполняло роль такой универсальной стоимости. В некоторых странах это были каменные диски огромного раздела, в некоторых ракушки, где-то даже птичьи перья, соль, чай, какао-бобы, рис, пшеница. Ну, то есть очень много было товаров, которые пытались выступить таким посредником. То есть чтобы, допустим, получить одну рыбу, мне нужно было заплатить два слитка соли. А если я хотела получить бусы, то есть вот на картинке здесь как бы очень просто, сколько мне рыб нужно было обменять на соль и потом эту соль отдать кому-то. Достаточно сложный обмен. И вот одно из первых заданий по обучению детей вот именно теме денег это попытаться детям показать, как сложно менять что-то на что-то, чтобы получить то, что тебе хочется. Ну, на примере, да, допустим, у вас группа детей в детском саду там или в начальной школе можно провести вот, ну, типа игры обмен. То есть раздать детям можно просто на бумажных вырезать, да, на бумажках какие-то вещи, на карточках. А можно попытаться в реальности кому-то там ручку, фломастер, кепку, ну и так далее, да, что там детям игрушки различные. И попытаться им показать, как сложно им будет обменять что-то на что-то. То есть не всегда мне нужны, допустим, нужна соль. Я не хочу соль, я хочу сразу бусы. Ну и так далее. То есть вот этот период, когда были попытки найти, изобрести деньги. И первые деньги, вот в том виде, в котором мы уже их видим, они были изобретены в Египте. То есть первые монеты, металлические деньги. Дальше у нас было... как бы переход к бумажным деньгам. Деньги были привязаны к золоту, да, то есть к золотовалютным резервам стран. Сейчас этого уже нет, конечно. И вот в современном виде деньги у нас мы знаем, какие есть. Это наличные, безналичные, электронные деньги. Что же это за деньги такие? Более подробно смотрите. Кто у нас является регулятором вообще, главным регулятором в любой стране. В принципе, по регулированию денежно-кредитной политики и регулированию оборота наличных денег, безналичных денег. В любой стране мира это Центральный банк. В нашей стране это Банк России. И если вы зайдете, видите, я здесь ссылочку дала. У него даже сокращение ЦБР, да, Центральный банк России. По ссылочке вы можете найти очень много информации. Но если вы не экономист, конечно, будет немножко сложно. Поэтому здесь я даю вам еще ссылочку. Посмотрите на сайт Финкультура. Это сайт, создан Банком России. Это проект «Финансовая грамотность» от Банка России. Где очень огромное количество материала по финансовой грамотности. В том числе и по деньгам. И еще один сайт по поводу денег. Потому что тема денег, она очень огромна. Как и любая, в принципе, другая тема. Но вот деньги здесь пишутся и кандидатские, докторские диссертации. Поэтому о ней можно говорить бесконечно. Вот смотрите, в сайт, в чат я вам сбрасываю еще ссылочку. В презентацию забыла вставить. Это портал вашей финансы. Это уже проект Минфина. И я вам сразу сбрасываю на учебник по деньгам. Вот если вы зайдете на этот портал, вы увидите и функции денег. Мы сейчас поговорили только о мире стоимости. А вот давайте подойдем ближе к функциям денег еще. То есть, во-первых, мера стоимости. Дальше деньги могут выступать как средство платежа. Мы прекрасно понимаем, что мы можем рассчитаться. Это как бы условно денежная единица. И мы можем рассчитаться деньгами за любые товары, работы, услуги и так далее. Ну и соответственно, деньги еще выступают мерой накопления или как бы мерой богатства. Как в некоторых учебниках пишут. То есть мы при помощи денег можем делать накопление. Не всегда, конечно, это выгодно накопление именно в виде денег. Сейчас различные другие накопления. Мы можем об этом поговорить в рамках других вебинаров. То есть на тему денег можно разговаривать бесконечно. Можно спорить, обсуждать. Но я пытаюсь, даже сейчас готовясь к вебинару, я не нашла единственного определения денег. Да, в учебниках есть написано, что деньги это универсальный товар, у которых есть вот такие-то функции. Но единого мнения все-таки среди экономистов нет. Поэтому можете посмотреть и учебник на сайте финансовой культуры, там немножко о деньгах, и учебник на сайте ваши дружи с финансами, это Минфин. Это два таких больших проекта по финансовой грамотности, которые реализуются сейчас в нашей стране. И там актуальна и такая базовая информация есть. И есть информация, которая все время меняется. Итак, регулятор вообще всего финансового, или так называемый мегарегулятор сейчас в нашей стране, это Банк России. Если вы зайдете на сайт Банка России, то вы увидите, что он регулирует наличное, безналичное денежное обращение, то есть выпуск наличных денег. Он регулирует всю банковскую систему, весь фондовый рынок, пенсионные фонды и страховые компании. Ну если брать так вот глобально. То есть именно Банк России, проводя свою денежно-кредитную политику, оценивает, сколько денег требуется экономике. Ну и соответственно запускает производство денег. Деньги у нас есть какие? Бумажные. Мы уже говорили, да, вот они, банкноты. В России у нас те деньги, которые обращаются на территории страны, называются валютой. Вот российская валюта, это что? Рубль. Ну если брать, допустим, американскую валюту, это доллар. Ну и так далее. В Евросоюзе это евро. В каждой стране есть своя валюта. И она обращается на территории этой страны. То есть у нас расчеты, все расчеты на территории нашей страны осуществляются в рублях. И есть регулирование, да, вот наличных денег и безналичных денег. Наличные деньги у нас ограничены. То есть мы, есть ограничение расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, между физическими лицами ограничений нет. Между юридическими лицами ограничения есть. То есть мы можем эту информацию найти либо на сайте Центробанка, либо зайти на сайт справочно-правовых систем, это консультант плюс гарант, ну это одни из основных. Все виды денег, которые есть, купюры, все защитные знаки, вот как выглядят эти купюры, какие у них есть виды защиты, какие монеты, из чего они сделаются, все это можете найти на сайте Центробанка, либо на сайте Финансовая культура тоже есть интересные видеоролики об истории денег, там известные ученые-экономисты рассказывают. Или пойти на сайт, вот тот, который вам сбросила ваши финансы и посмотреть учебник. Как выпускается, смотрите, вот выпускает Банк России, это денег. Ну, тенденция такая, сейчас, например, у нас в обороте наличных денег 12,5 триллионов, примерно, да, 12,5 триллионов рублей. И всплеск, вот, выпуска наличных денег в обращение был именно в связи с кризисом. Но пока оставлю за рамками, да, комментарии, почему, потому что это более уже такие экономические комментарии. Как появляются безналичные деньги, что это такое? Безналичные деньги, это записи на банковских счетах. Ну, вот, я взяла с сайта финкультуры прям этот рисуночек. Давайте попробуем быстро понять, как у нас появляются безналичные деньги. Ну, такой немножко у нас сегодня именно финансовая грамотность, да. То есть, смотрите, банк это кто? Это посредник. Посредник между кем? Между населением и предприятиями, да, это все клиенты банка, они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. И кем? У которых есть деньги, да. И они у них как бы свободные, то есть, они их сейчас не используют. Но они боятся их потерять и хотят получить какой-то доход на эти деньги. И есть клиенты банка, которым необходимы деньги. То есть, у них недостаточно своих, если предприятия, то оборотных средств. Если физические лица, ну, вот на примере себя, да, ну, вот мне нужен кредит, я хочу учиться, допустим. Либо я хочу там ремонт сделать, ну и так далее, да. Либо покупить жилье, это вообще ипотечный кредит. Так вот, банк выступает таким посредником. Клиенты приносят деньги в банк, кладут их на депозит, либо вы знаете больше это понятие вклады, да, под какие-то проценты. Ну, здесь проценты, конечно, завышены, да, то есть, сейчас уже ни на одном депозите вы 10% не получите. Тем более, что ставка рефинансирования сейчас уже ниже 5%. Итак, здесь условный пример, скажем так. То есть, вы положили деньги в банк на депозит, условно говоря, на год, под 10% годовых. Банк через год вам сколько должен вернуть? Вот он, ваш вклад 100 тысяч и 10% от 100 тысяч, то есть, еще 10 тысяч рублей. То есть, вы от банка получите в конце года 110 тысяч рублей, он вам гарантирует. Дальше, что банк делает? Банк, чтобы заработать себе прибыль, осуществляет активные операции, то есть, он выдает кредиты. Ну, естественно, там есть очень много требований, да, под выдачу кредитов. Это, как бы, кредитный скоринг, так называемый. Ну, допустим, банк согласился выдать кредит вот этому клиенту. Он ему выдает 90 тысяч рублей, но обратите внимание, вот она, где складывается прибыль банка. То есть, ну, уже под 20% годовых. Ну, это условно, да, то есть, клиент получает свой кредит, получает схему погашения кредита. Ну, условно говоря, давайте на год. То есть, на год этот клиент, мы сейчас не будем вдаваться, вот я просто, как бы, если простые проценты, просто посчитать. Опять-таки, я чуть-чуть утрирую, чтобы проще объяснить. То есть, клиент, взяв кредит 90 тысяч, через год должен сколько вернуть? Вот если мы простыми процентами посчитаем 20%, то есть, он через год должен вернуть 90 тысяч, и вот эти 20%, то есть, грубо говоря, 18 тысяч. Таким образом, вот, исходя из этой операции, смотрите, банк сколько заработал? То есть, разница между тем, что он продал, скажем так, и тем, что он получил. То есть, 10%, вот они, 8 тысяч рублей банка. Дальше, что получает клиент? Возвращает деньги клиент 90 тысяч, и плюс 18, то есть, 108 тысяч банк получает от клиента, которому он кредитовал. Он возвращает 100 тысяч базовое вложение, и еще 10 тысяч возвращает клиенту, потому что он брал деньги на вклад и обещал по этому вкладу 10%. И себе банк оставил 8 тысяч рублей. Это вот такая, как бы, краткая схема. Если вы хотите знакомиться с более сложными схемами, ну, давайте тогда в следующих вебинарах. Это я попыталась объяснить очень так кратенько. И у нас есть еще один вид денег, то есть, вот эти безналичные деньги, вот один, как бы, вид безналичных денег, есть такой вид, как электронные деньги. Я думаю, что вы с ними сейчас сталкиваетесь. То есть, как бы, это предоплаченные карты, это предоплаченные кошельки. То есть, вы уже туда положили деньги, и можете этими деньгами свободно в интернете, допустим, расплачиваться. То есть, уже не привлекая свой расчетный счет. Сейчас появляются, ну, появились уже, да, очень много других разных видов квази-деньги, криптовалюты и так далее. Но это, как бы, уже более-таки продвинутые виды денег. Поэтому, если мы говорим сейчас о детском саду, или там о начальной школе, даже о средней школе, ну, не всегда, как бы, эту тему можно затрагивать. Ее можно затрагивать уже более такой углубленном варианте. В средней школе очень интересно, я видела несколько курсов по истории денег, когда в рамках, именно, предмета истории выделяют курс по истории, как бы, денег, финансов. В начальной школе, в саду, тем более, нам достаточно, вообще, двух понятий. Это что? Бумажные деньги и это карты, банковские карты. Это, так называемые, безналичные деньги. Вот эти два, как бы, основные такие понятия. Ну, и плюс монеты, да, металлические деньги. Особенно маленьким детям им интересно, вот, работа с этими монетами. Ну, единственная, как бы, просьба, да, это, если с настоящими деньгами, но только, чтобы они были продезинфицированы. Потому что, вот, в сегодняшних условиях наличные деньги оказались злом, да, то есть, через которое передается большое количество микробового вируса. Ну, и давайте немножко передохнем, да, то есть, мы тоже, как дети, нам хочется поиграться. Смотрите, я даю ссылку, сейчас я вам ее попытаюсь сбросить в чат. Ссылочка. Я здесь работаю, да, потихоньку изучаю разные сервисы. Вот, можете зайти, посмотреть, здесь работаю над викторинкой. Там пока парочка вопросов. Меня слышно, видно? А то, вот, как бы, сегодня пытаюсь интерактив, но в чате, ага, спасибо. В чате пока тишина. Не знаю, по какому поводу это тишина. Зайдите, пожалуйста. Не могу демонстрировать экран, но если вы зайдете, вы там увидите два вопросика. Мне очень этот сервис понравился, я его буду изучать дальше. Плюс у этого сервиса, что можно встраивать вот эти викторины потом в свои сайты, но, как бы, поэтому мне пока вот эти викторины нравятся. Я ее буду дальше работать, ссылочка у вас сохранится, потом будете заходить, как бы, смотреть, что там дальше. Ну, вот, про деньги, как бы, если краткий экскурс, это все. Более подробно ссылочки я вам дала. Теперь у нас, как бы, вопросы, как же с этой темой, да, хотя я уже чуть-чуть затронула, как с ней знакомить детей. И самый главный вопрос, а вообще зачем знакомить детей, да, то есть что мы подходим к понятию финансовой грамотности. И пока образование раздумывало, да, вот со стороны Минфина, Центробанка, уже у нас с вами, так, я пытаюсь понять сейчас, я чуть-чуть перебегу, можно сюда. То есть у нас пока образование раздумывало, то есть вот вообще программы финансовой грамотности, у нас в школе были основы экономики, даже основы предпринимательства пытались в школах преподавать. А вот основы финансовой грамотности, в принципе, не только в России, но и в мире, да, появилась не так давно, вот, эта дисциплина, это направление. И в нашей стране, вот, в моих прошлых презентациях, кто был на прошлых вебинарах, либо если кто-то присутствует в группе, вы можете, вот, и в Фейсбуке, и ВКонтакте найти эти все презентации, они есть на стене, я вывешивала все презентации. И сегодняшнюю тоже туда помещу, в группу. То мы с вами знакомились уже с этими документами. То есть у нас в стране утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в целом по Российской Федерации до 2023 года. Разработан план мероприятий, вот, в рамках этой стратегии, да, вот, и вон, видите, он корректировался в марте этого года. Ссылочки здесь все активные. Разработана дорожная карта. И в федеральном уже законе об образовании, а также в государственных стандартах есть упоминание экономического воспитания, да, детей. Ну, и вы видите приказ Минтруда. Если вы зайдете в прошлые мои презентации, здесь не полный перечень, то вы еще увидите метод рекомендаций для дошкольных педагогов по финансовой грамотности. И сегодня я вас немножко познакомлю с международными, да, исследованиями, то есть для чего нам нужно. Вот, если вы зайдете по этой ссылке, она активна, просто я здесь другим цветом она выделена, да, когда в презентации будете заходить, вы попадете на исследование по деньги, дети и финансы, исследование Минфина, да, то есть на ФИИ, это научный аналитический институт при Минфине. И вы увидите, что в мире именно банкиры, да, то есть именно вот эта финансовая сфера, сфера финансовой технологии уже очень давно задумалась над тем, как воспитывать поколение клиентов, грамотное поколение клиентов финансовых услуг. То есть наши дети сегодня, через 10 лет, это будущие финансисты, да, то есть, ну, это будущие клиенты банков и вообще финансовая сфера. Это вот один из ответов на вопрос, зачем нам финансовая грамотность. То есть, если вы помните прошлый век, конец прошлого века, начало 90-х годов в России, именно из-за того, что население было абсолютно финансово безграмотным, да, то есть попало сразу вот этот поток рыночной экономики, очень много было финансовых пирамид, ну, одно название МММ, да, что стоит, но я вам скажу больше, сегодня этих пирамид не меньше, они просто поменяли вид, но этих пирамид не меньше. И вот, кстати, на портале ваши финансы, дружи с финансами, да, и на портале финкультура есть материал и по финансовому мошенничеству, и финансовым пирамидам. Один из самых важных вопросов сегодня, это грамотное потребление финансовых услуг и защита прав потребителей. Это одно из, ну, таких глобальных направлений финансовой грамотности. И, ну, конечно, не в детском саду, да, но со средней школы уже эта тема становится актуальной. Здесь, ну, почитаете, да, что мнение руководителя вот этого направления исследований аналитического центра НАФИ, именно дети и финансы. А я хочу немножко привести пример, то есть здесь было проведено исследование не только российских, да, но и международных продуктов. И за рубежом, вот в США, допустим, ну, то есть в развитых таких, в странах с развитой экономикой, скажем так, наша страна, ну, вот, не дотягивает пока все-таки до этого уровня. Возраст детей, смотрите, взяли от 0 до 6 лет, то есть до школьников. То есть когда детей знакомят с финансовыми продуктами, это с того времени, когда ребенок начинает учиться считать. Ну, то есть в Америке это 3-5 лет. И обратите внимание, то есть, ну, вот самые первые, да, финансовые продукты, ну, о которых мы говорим, первая копилка, да. А с 7-9 лет это уже могут быть первые, там, карманные деньги, мобильные телефоны. Финансовые продукты, смотрите, для детей у нас тоже они есть. Это сберегательные счета. У нас тоже есть детский банкинг, он развивается. Ну, и дальше уже, когда 7-8 лет, 9 лет, ну, я, например, сейчас задумалась, вот, ребенку, да, давать наличные деньги или проще открыть уже, как бы, счет, банковский счет, то есть банковскую карту пластиковую дать ребенку, чтобы, ну, меньше, вот, руками ребенок соприкасался с наличными деньгами. То есть, у нас детский банкинг тоже развивается, но ответственность, понятное дело, лежит на родителях, да, то есть, это зависимость от родителей. И, соответственно, пассивная функция у нас и в младшем возрасте. Вы зайдете, можете, вот, я сбросила ссылочку, да, на это исследование, эти все, вот, таблички я взяла оттуда. И уже, начиная с 10-13 лет, идет, видите, совместно с родителями, да, и вы помните, что в 14 лет ребенок уже паспорт получает, и у него появляются какие-то права, да, то есть, на первую работу, допустим, там, на образовательные кредиты. Ну, и с 18 лет наступает уже у нас совершеннолетие, и, соответственно, позиция уже активная у ребенка. И на ответы респондентов, вот, обратите внимание на вот этот график, он там приводится в конце исследования, можете сами почитать. Обратите внимание, были заданы вопросы, да, то есть, как вы считаете, с какого возраста безопасно пользоваться финансовыми продуктами и услугами. Ну, и обратите внимание, что вот розовый у нас здесь столбик, он больше всего, да, то есть, по новым финансовым продуктам респонденты, а это чаще всего родители, да, детей, ответили, что самый безопасный возраст начинается как раз-таки с 18 лет. Но, тем не менее, видите, есть с года даже, да, то есть, есть вот, там, с года до 13, здесь был большой разброс по возрасту, я думаю, что, скорее всего, это где-то 8-13 лет, там, 7-13 лет, что это могут быть банковские карты, это могут быть страховки. Ну, вот страховки как раз-таки с нуля лет, то есть, страховые продукты застраховать, там, допустим, жизнь ребенка. Ну, вот, буквально вчера в школе, вот, тоже нам предложили, еще не знакомилась с разными видами страхования, но, тем не менее, это один из важных продуктов. И плюс мобильный банк, да, вот вы видите, электронный кошелек, мобильный банк, это вот те продукты, которые могут, которыми могут пользоваться дети. Уже, значит, то есть, финансовые продукты. Понятно, что совместно с родителями. С нормативными документами мы сделали, да, и таким образом, что же такое финансовая грамотность? То есть, финансовая грамотность, в итоге, когда у нас есть знания, понимание, да, то мы должны научиться принимать правильные решения, связанные с деньгами. Это вот, если брать в общем финансовую грамотность. И, особенно, учителя уже старших классов, да, у нас, я думаю, что сегодня коллеги есть. Давайте, забыла, у меня есть еще вот такой вопросик. Смотрите, я сейчас вам запущу. Пожалуйста, опрос анонимный. Вот я сегодня хочу просто изучение аудитории, да. Я запускаю опрос, просто ответьте, к какому уровню образования вы относитесь. Давайте, минуточку вам немножко передохнуть. Кто у нас сегодня здесь в аудитории? Так, вам виден опрос? Я вроде бы галочку ставила, чтобы было видно, кто у нас сегодня в аудитории. Все меня слышат? Ну, все-таки у нас больше, да? Дошкольная аудитория. Дошкольники. Большая часть. Но, тем не менее, смотрите, есть и вузы, и другие, да. Здесь, ну, наверное, может быть, библиотекарь еще присутствует. То есть, другая категория граждан. Я не помню, там, наверное, надо было дать, в следующий раз буду давать, да, то есть галочку, чтобы вы сами могли вписать. Ну, вот, как бы, спасибо огромное за то, что оставили свое мнение, останавливаю вопрос. И у нас 64% дошкольного образования, да, то есть педагогов дошкольного образования. 25% у нас начальная школа и 20% средняя школа. Ну, вот как раз и СПУ и ВУЗ тоже 5%. Смотрите, как раз-таки, вот, средняя школа, да, вы уже в курсе, что у нас есть международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. Так называемые ПИСа, вот, исследования. И в 2018 году у нас многие регионы уже приняли участие, да, до этого было в 2015, в 2012 году. Многие регионы приняли участие в этом исследовании. И обратите внимание, что есть блок в этом исследовании по финансовой грамотности. И самый главный вопрос, да, то есть, вот, по обследованию 15-летних учащихся, да, то есть, это выпускники, в принципе, основной школы, ну, и 9-е, да, классы. Готовы ли они принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях? То есть, как они адаптированы к нашей жизни? Вот это самое главное, как бы, направление именно обучения финансовой грамотности. И дальше здесь я привела, вот он, сайт института, сейчас я вам скажу, это институт стратегии развития образования Российской академии образования при Министерстве просвещения. То есть, смотрите, и картинка прямо с этого сайта, вы можете зайти вот по этой ссылке и найти там очень много материалов именно по исследованию в целом, да, то есть, исследования ПИСА и именно финансовая грамотность. Обратите внимание, то есть, первое, чему мы учим, это деньги и операции с ним. То есть, это нужно знать. Какие деньги, какие операции могут быть с деньгами, с наличными, безналичными, электронными. Дальше, познавательная деятельность, как уже найти эту информацию. Ну, и, соответственно, в контексте, как ее применять в своей работе и в своей жизни. То есть, вот основные три направления. С результатами сегодня не буду знакомить, у меня как бы есть желание, если будет потребность вот в этом направлении, то провести отдельный вебинар по заданиям уже для средней школы, да, то есть, как, каким заданием, вот, по финансовой грамотности в этом исследовании, на что они направлены и как учить детей, чтобы они умели решать эти задания. Потому что дети у нас подпадают под это обследование. А мы переходим дальше. К заключительной части нашего вебинара. Это ответы на вопросы, есть ли учебные пособия, методические рекомендации по обучению детей финансовой грамотности. Ну, и какие же технологии лучше применять. Много здесь рассказывать не буду, потому что здесь различные направления. Вы видите красочную картинку. Я сейчас вам в чат сброшу ссылочку. Вы можете по ней пройти. А я заодно пойду посмотрю, что же вы там сегодня на доске сделали. Да, по знакомству кто-то смог попасть на доску. Так, сейчас я вам даю ссылочку. Я сделала, ну вот, к нашему вебинару. И думаю, что это будет, ну, такой традицией. Особенно, как бы, я это все размещу еще в группах. Поэтому добавляйтесь, не стесняйтесь в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Там очень много материалов. Смотрите, я сделала вот так на электронной доске под лету, то, о которой мы говорили в самом начале. Вот такую подборку. К сожалению, видео не загрузилось. Демонстрацию экрана не знаю. Второй раз сейчас боюсь, чтобы меня не выбросило из нашей с вами комнаты вебинарной. Я не буду запускать, но обратите внимание, я просто на картинке попробую показать. То есть, у нас, я сделала такую подборку видео о деньгах для детей. Ну, я разбила так, 5+. То есть, и в этой подборке, я сейчас вот зайду на этот самый. В этой подборке, ну, история бумажных денег от Галилео. Интересный клуб, да. Просто история денег мне понравилась. Это, посмотрите, Наталья Беляева. Надежда, извините. Беляева. Очень интересный тоже мультик сделан своими руками. История денег от Фиксиков, я думаю, что вы уже знаете. И у нас есть еще азбука денег от Тетушки Совы. Деньги от Фиксиков, отдельный мультик. И азбука финансовой грамотности от Смешариков. У них тоже есть мультики. Песенки, ну, как бы, что нашла, да. Там две песенки нашла для самых маленьких деток. Ну, можно попробовать, да. В детском саду. Это вот они, да, песенки. Что такое деньги котята поют. И про магазин. Здесь интересный канал Теремок. Там очень много интересных песенок. Ну, и мультиков тоже. Дальше, обратите внимание, книги о деньгах для детей 5+. Ну, в основном, эти все книги, подборка, работая, да, ссылка. Хорошо, спасибо. Подборка о деньгах, она в основном, это подборка платная. Книг, там ссылка на литры, в основном на литры, слибо на лабиринт. Как бы платный доступ. Но очень много материалов и в бесплатном доступе. Если мы идем дальше, то для детей постарше я бы вот такое видео показывала об истории денег. И, к сожалению, ссылочка не загрузилась, но я попробую в группе загрузить. Есть на канале Культура интересный проект. Там есть тоже фильм об истории денег, российских именно денег. Но уже детям постарше. Дальше, книги для родителей. То, что можно рекомендовать, но я бы их рекомендовала и для нас, педагогов, да, в первую очередь. И есть учебно-методические пособия. Я уже в самом начале вебинара говорила, что у нас сейчас развивается уже много лет, да, уже порядка 10 лет направление даже больше финансовой грамотности. И при ведущих университетах созданы центры, методические центры по финансовой грамотности. Если мы говорим о начальной школе, средней школе, старшей школе, среднем профессиональном образовании, то материал вы можете получить в центре финансовой грамотности при высшей школе экономики. Ссылочка там есть. Я вот сюда, вот в эту колоночку, обратите внимание, уже об этом говорю. А здесь есть ссылка на материалы и на сам центр. Дальше, сюда же, вот в эту колоночку я загрузила материалы от Банка России для дошкольных педагогов. Там есть примерная парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников. Именно от Банка России. Можете зайти, посмотреть. Программа очень интересная. И она же, эта программа выложена и на портале вашей финансы, и на портале финансовая культура. Какие технологии? То есть, о чем мы говорим? Ну, если вкратце, да, то есть, если вкратце, как мы обучаем детей, то, говоря о дошкольниках, да, то есть, вот в этих всех программах для дошкольников, у нас основная тема, это, ну, основы, вот такие базовые основы, что такое вообще деньги, какие они ценности мне, да, то есть, какие они бывают, там, монеты, банкноты, пластиковые карты. И самая главная тема, это труд, да, то есть, ребенок должен научиться понимать, что деньги – результат труда, и деньги – это, как бы, обмен, да, труд, продукт, деньги. Учим как? У меня было несколько вебинаров именно по дошкольникам. Мы говорили о сказках, об играх, о мультфильмах. И здесь, вот на этой доске, вы можете часть материала найти. И вот для дошкольников и младших школьников, ну, вот по своему опыту, да, мне очень нравится, это именно города-профессии. Да, платные, это, конечно, вот, хотелось бы, чтобы в школах, вот, как бы, были такие города, мини-города-профессии, когда ребенок мог зайти, да, и оказаться вот в такой взрослой жизни, ну, на примере разных, ну, допустим, у нас там в городе мы ходили с дочкой. Это какие профессии? Банкир, там, завод, пекарня, я не знаю, там, парикмахерская или салон красоты, пожарные, строители, ну, то есть, вот, ну, такой мини-набор. И ребенок, попадая в этот город, я думаю, что многие знакомы, то есть, я сейчас ни для кого ничего не открываю, то есть, многие знакомы с этими городами, Кидмания, это вообще Кинзмания, это вообще международный проект, вот, по таким профессиональным городам. Их очень много, мастерские различные и так далее, но вот именно в городе профессии все создано для того, чтобы ребенок мог пройтись, попробовать разные профессии, при этом он зарабатывает деньги, он трудится, зарабатывает деньги, и эти деньги он может обменять на то, что ему нравится, на дальнейшее обучение, либо на какие-то там продукты и так далее, или развлечение. То есть, вот, вот эта суть, как построен этот город, мне очень нравится именно для обучения, как бы, детей, начиная там с пяти лет, хотя многие заявляют с трех лет, с трех, я думаю, рановато, но с пяти лет, как бы, уже ребенок воспринимает разные профессии, ему очень интересно. И вот, как бы, с пяти лет, там, до подросткового возраста, я думаю, что детям очень интересно эти проекты. А так, кроме этого, у нас, что, сказки, да, рисование можно разные там придумывать, чтение рассказов, пословиц, обсуждения, естественно, это все. Набор книг я рекомендовала, там на доске есть. Если мы говорим о младших школьниках, то посмотрите, пожалуйста, вот это учебно-методическое пособие Сергея Федина, и там же есть еще для преподавателей начальных классов учебно-методическое пособие. И есть целая огромная кабилка «Методический банк» на сайте высшей школы экономики о том, как учить детей финансовой грамотности и готовые сценарии. Если вы пройдете по доске, то вы увидите там, я тоже ссылку на этот материал делала, но уже в рамках сценариев готовых. Так, если мы говорим о, допустим, о ком, кто у нас сегодня здесь еще, средняя школа, да, то есть начальная школа у нас мало, в средней школе, то есть в начальной, да, школе, вот если еще вернуться к начальной школе, то уже ребенку интересно, как деньги зарабатываются в семье, то есть что такое доходы семьи, что такое расходы семьи, то есть это уже семейный бюджет. Ну и соответственно профессии, я уже об этом сказала. И самое главное, младших школьников уже нужно учить основам финансовой безопасности, то есть они должны знать, что есть мошенники. И основные схемы мошенничества, ну вот, доступны им, то есть потому что они начинают уже общаться с финансовыми продуктами. Технологии самые разные, да, то есть города профессии, рассказывают викторины, квесты, кроссворды, головоломки, игры, да, то есть я думаю, что игры одно из самых таких главных направлений. Ну и средняя школа, да, то есть я бы уже обратила внимание именно на структуру заданий по финансовой грамотности в международном исследовании ПИСА. Вот 2018, в 2020 году будет это исследование. То есть обратите, пожалуйста, внимание на структуру заданий. Ссылочку на институт я вам дала, там есть примеры заданий. Либо если вы зададите просто поисковый запрос, тоже это есть. И в средней школе уже больше интересны проектные работы, уже интересны, может быть, примеры какого-то мини-бизнеса, там командные игры, финансовые квесты, онлайн-лекции. Если вы зайдете в группу, в любую нашу группу и ВКонтакте, и в Фейсбуке, вы вот в моих предыдущих презентациях найдете, вы эти ссылочки все увидите, если вдруг я их еще не добавила в эту нашу онлайн-доску. В принципе, у меня как бы кратко все по вебинару. То есть, что я вам хотела сказать. Ну, сейчас я посмотрю, что у нас тут. Кто-нибудь был на онлайн-доске? На онлайн-доске. Вот, замечательно. У нас здесь появились люди, даже с фотографиями. Вот Эльвира Фаязовна. Да, то есть, можно вот с именами, да, можете редактировать, можете оставлять. Вот я вам оставляю здесь, сердечки ставлю. Да, то есть, ну, это как бы такое маленькое интерактивное общение. На доске «Дети и деньги», то есть, вот эта страничка, смотрите, я буду пополнять. Эта доска открыта. То есть, вы можете добавлять туда свои ресурсы. Если кому-то интересно, как она работает, ну, давайте в группе пообщаемся. Может быть, там какой-то стрим небольшой устроим. То есть, видеоинструкцию я повешу в группу. Хорошо? Потому что здесь сегодня, ну, не загрузилось у меня видео по обучению, как работать на этой доске. Благодарю вас всех за внимание. И если есть вопросы, я готова обсуждать. Ну, во вкладке «Вопросы» не вижу. Я тоже была рада с вами пообщаться. У нас следующий вебинар будет в, не помню точно какого октября, но можете в расписании, в общем, посмотреть. Он будет на тему именно финансового планирования, то есть семейного бюджета. Приходите, приходите в группу, давайте общаться. Я всегда рада, всегда открыта к общению. Так. Вопросов я не вижу. Ну, если вопросов нет, ну, приходите в группу. Там, если вдруг, либо задавайте на доске вопросы. Видели, я там колоночку сделала для мнений, вопросов. И вот на доске «Дети и деньги», если у вас есть интересные какие-то материалы, которые я еще туда не добавила, можете сами размещать туда материалы. То есть доска открыта для работы. Вот такой небольшой интерактивчик. Я думаю, вам было полезно. Спасибо огромное, коллеги. Всем здоровья и финансового благополучия. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...